Между дисциплинарное, в каком-то смысле, исследование, или, по крайней мере, интерсекционное, как это принято сегодня говорить. Что такое идентичность, как менялось это понятие идентичности на протяжении последних нескольких, по крайней мере, сотен лет. Я не думаю, что об этом вопросе можно четко говорить в отношении каких-то более древних времен, но это уже отдельная тема для разговоров. Так вот, в основе так называемых политик идентичности, о которых много говорили в конце XX века, лежит несколько, с моей точки зрения, вот таких принципиально важных идей, причем идей, которые можно было бы назвать такими идеями негодниками. А это именно идея субстантивности, то есть того, что есть нечто, какой-то конкретный предмет, который обладает какой-то внутренней сущностью. Во-вторых, это идея личностного сепаративизма, которая приходит к нам из классической психологии, о том, что человек, взрослый человек, определяется какими-то очень чуткими границами. И чем более взрослыми мы людьми являемся, тем более уверенно мы стоим на своих собственных ногах. И, наконец, третья идея, это идея маскулинной инструментальности, но сразу же скажу, об этой идее я здесь говорить не буду, это тема для отдельного разговора. Вот сейчас я попытаюсь переключить слайд, скажите, пожалуйста, есть ли следующее изображение? Да, да, все угодно. Отлично. Здесь возникает, конечно же, очень много вопросов, и прежде всего, самый главный вопрос, который я пока не очень хорошо понимаю, как можно его решать, вопрос методологический. Дело в том, что в классической науке, как мы все хорошо знаем, предполагается, что предмет теории не зависит от самой теории или же от наблюдения, либо же от наблюдателя. Да, это классические постулаты классической науки, ну, например, как классическая ньютоновская механика. Когда мы, однако, переходим к состоянию того, что любят в России называть постнеклассическая наука, грубо говоря, наука в современном ее виде, тут мы сталкиваемся с целым рядом концептов, без которых никуда не денемся. Мы понимаем, это было из важнейших достижений Эйнштейна, об этом говорят все, об этом писал Иван Драгатси много, о том, что нет привилегированных систем отчета, мы об этом знаем. Соответственно, практически все, что мы делаем, имеет определенные значения в определенных системах координат. Меняем систему координат, значит, у нас получаются другие значения. Это, кстати, к вопросу о, скажем, таких терминах, как толерантность, которые сегодня у нас звучали. И я не уверен в том, что мы сразу же должны говорить, раз в медицине понятнее толерантности, это плохое понятие, но это тоже, в общем-то, спорное утверждение, то давайте мы не будем допускать толерантность в обществе. Согласитесь, что сегодня проводить тождество между организмом, биологическим и общественным организмом, означает вернуть социальную философию на уровень Джона Лока. Конечно же, на наше восприятие тех или иных вещей влияет и уровень исторического развития, о чем убедительно говорил Маркс, когда говорил о формациях, и то, что сегодня любят называть наррациями, и дискурсы, разнообразные дискурсы, в том числе и гендерный дискурс, вне зависимости от того, кому нравится или не нравится слово гендер. Но когда мы говорим об том, что необходимо придерживаться традиционных ценностей, это есть вполне конкретный, определенный гендерный дискурс. Это исследовательские программы, если мы используем понятие Имра-Лакатуша, это хронотоп, эпистема, ментальные предиспозиции, когнитивные, нейробиологические, неважно. Одним словом, мы понимаем, что при анализе очень существенного облака, по крайней мере так, проблем, понятий и явлений, мы, в общем, никуда не выйдем за пределы вот этих самых понятий, ориентиров постнеклассической науки. То есть, рассчитывать на приобретение какого-то объективного знания никак не получается. Вот отсюда возникает также вопрос, откуда мы берем саму эту идею о субстантильности личности и сознания. Ну вот, чтобы было понятно, какая-то парадоксальность, внутреннюю сложность, мне, поскольку часто приходится иметь дело с педагогами, точнее, со студентами, которые будут педагогами, в отечественной педагогике бытийствуют суждения о том, что маленький и маленький ребенок не являются личностью, а личностью он становится. Да, ну вообще у нас часто говорят, что сначала родившийся человек это индивид, а личностью он становится потом. Когда потом? При всем при том, что способность человека говорить о себе «я» формируется где-то к трем годам. До этого времени он выражается 3-4 года, вот человек начинает постепенно учить, вот в 3-4 года он еще говорит скорее о себе в третьем лице, в 3-4 года эта система начинает меняться, то есть он перестает говорить про себя как товарищ Сталин в третьем лице. Во-вторых, идея субстантильности личности и сознания, да, сразу же хочу сказать, нет, я не путаю одно и другое понятие, я не редуцирую одно понятие к другому, но мне как раз очень важно показать, как эти понятия схожи, как эти схожи, потому что и речь идет об одной и той же проблеме – о субстантивности и личности и сознания. Поэтому мне кажется, что понимание того, откуда берется, например, субстантивность личности, или точнее представление о субстантивности личности, как оно определяет наши взгляды на субстантивность сознания. Ну и конечно же это философия рационализма классического, потому что субстанция, как мы знаем, это то, что для своего существования не нуждается ни в чем ином, кроме себя самой. Что касается уже современных представлений об субстанциях, если говорить здесь об опыте аналитической философии, которая мне очевидно изначально была ближе, мы можем сказать о том, что субстанция это не более чем пучок свойств, которые могут восприниматься как индивидуации, то есть как проявления в конкретных предметах. С другой стороны можно говорить о том, что субстанция это не более чем пучок свойств, которые воспринимаются как универсалии. Ну а уже вопрос о том, как там существуют универсалии до конкретных вещей, в самих вещах или после вещей высказался, как известно, Фома Аквинский, причем настолько фундаментально, что мы возвращаемся уже в очищенном виде к двум базовым трактовкам понятия субстанции. Как предельного основания всего сущего или как всего лишь одного из родов сущего, наряду с процессами, наряду с свойствами, наряду с событиями, например. Ну понятно, что возможно вот такое родоположение родов сущего и здесь может быть два классических варианта ответа. Причем данные классические варианты ответа, они по сути своей в общем-то не так уж помогают нам решить эту задачу. Если идеалисты считают, так называемые идеалисты, кого мы привыкли назвать идеалистами, считают, что сознание воплощается в ментальной реальности, которая не редуцируется к физической. По сути дела, вот о чем говорят идеалисты. В том числе, естественно, и Гусар. И Гусар, как известно, причем, что обратите внимание, Гусар все-таки базовой математики. Учился он не у кого-нибудь, а у Кронекера. И он как раз очень хорошо понимал, что проблемы с последовательной теорией сознания возникают потому, что мы пытаемся сознание, принципиально внутренний феномен для нас, исследовать теми же инструментами, которыми мы изучаем внешние по отношению к нам предметы. И поэтому никакой серьезной науки о сознании, исходя из естественно-научных постулатов, быть в принципе не может, объясняет Гусар. Отсюда, собственно говоря, и рождается идея феноменологии. Ну и материалисты, которые считают, что сознание воплощается в физической реальности и что носителем его является человеческий мозг. Но опять-таки здесь возникает тонкая грань между психикой и сознанием. И мы понимаем, что если психика гораздо более четко привязана, однозначно привязана к своему нейробиологическому носителю, то, что касается сознания, здесь о такой однозначности нам говорить очень сложно. По поводу личности в психологии, опять-таки, вот это представление о том, что личность это какая-то такая законченная данность, какая-то такая законченная картинка, вот что-то вроде фотографии, удостоверения личности. При всем при этом, как только, даже в отечественной психологии, как только мы говорим о личности, то мы сразу говорим, что это не только уже актуальные свойства, наличные свойства индивида, но также свойства и потенциальные. Ну потому что иначе было бы непонятно, как личность может развиваться, да. Поэтому тут говорят о потенциальной универсальности, потенциальной бесконечности, взаимосвязанности с другими людьми. Но при всем при этом, сразу же эти характеристики теми же самыми авторами, как правило, объявляются сущностными свойствами человека. Вот сегодня тоже употреблялось выражение природа человека, хотя, по сути дела, все это не что иное, как метафоры, непроясненные абсолютно. Попытка по-другому посмотреть на природу сознания, очевидно, связана прежде всего с деятельностью Марвина Минского, в частности, в знаменитой работе The Society of Mind. И спустя 10 лет в работе Чалмерса и Кларка в статье, небольшой статье The Extended Mind, то есть как бы расширенное сознание. Вот излагаемые ими концепции такого расширенного сознания или активного экстернализма, очень хорошо согласуются с аргументами Гинштейна против существования частного языка и вообще об общественной, то есть коммуникативной природе языка. Соответственно, возникает вопрос, на чем же все-таки основывается наше представление о субстантивности сознания. Здесь, мне кажется, что мы можем посмотреть на другие теории личности, и в частности, популярные сегодня взгляды психолога, которого зовут Михай Чиксант-Михай, и его книги стали популярны в России, то также издаются и переиздаются, где Чиксант-Михай как раз говорит о личности как о процессе, как о потоке, как о скорее таком пучке взаимодействий, как конструкте, который собирается и пересобирается в различных контекстах. И мы прекрасно понимаем, что можно собрать и пересобрать человека разным образом, в зависимости от того, в каких условиях он живет. В таком случае, идентичности, то, что мы привыкли называть идентичностями, допустим, сегодня говорили о таких идентичностях, как мужчины, или женщины, или философ, или ученые, или все что угодно, оказывается, по сути, просто индивидуациями нарративов. То есть, отсюда возникают все эти идеи, связанные с представлением о смерти автора и прочим. Представление о том, что современное общество является скорее сетевым, чем каким-то субстанциально очерченным, не является совершенно новым. Хотя, мне кажется, что впервые бы очень четко выразил как раз Мануэль Кастельс. По сути, человеческое общество всегда было сетевым, но только информационное, глобализирующее человечество смогло осознать факт своей взаимосвязанности, который до сих пор был скрыт скорее мифологемами этих наций и государств, о которых вчера упоминали в пленарном заседании, и такими очень инструментальными, сепаративистскими эпистемологиями. Потребовались очень существенные преобразования в структуре общества, прежде чем игнорируемый до сих пор когнитивный опыт доселе маргинализированных групп начал включаться в когнитивную, операциональную, ценностную ткань мейнстримного большинства. К маргинализируемым группам, например, самой большой маргинализируемой группой в классическую эпоху являлась группа женщин. И поэтому, когда сегодня мы на научных конференциях слышим призывы возвращения к традиционным ценностям, то это означает, что все женщины должны встать, подняться, выйти из аудитории и вернуться на кухню. Собственно говоря, пример Софьи Ковалевской, пример Марии Складовской, больше, казалось бы, тут уже примеров приводить не нужно. Одним словом, если мы считаем, что личность является набором характеристик, чем они определяются, это в данном случае уже такой отдельный вопрос, то нет ничего удивительного в том, что в сетевом обществе происходит растворение понятия личности как объекта, как вещи в себе, и на смену приходит понятие личности как процесса, как потока, как пучка взаимодействий, как конструкта, наконец, который, как я уже говорил, собирается, пересобирается по-разному, если хочется, можно вспомнить об идее Кастанеды тоже. Идентичности, перестав быть непоколебимыми основами и скрепами, оказываются вот такими индивидуациями нарративов. Я, конечно же, не сообщаю никакой новости, говоря о том, что сознание имеет сетевую природу, сознание всегда являлось и является сетевым процессом. Вопрос мог бы заключаться действительно в том, как части этого процесса присваиваются, приобретаются личностью, если бы мы по-прежнему, если бы я по-прежнему, во всяком случае, верил в ее субстантивность. В этом смысле сетевое общество оказывается только удачной моделью, на примере которой можно интерпретировать природу сознания и личности как сетевого динамического процесса. Благодарю вас за ваше внимание. Да, Илья Георгиевич, спасибо огромное. Коллеги, вопросы по услышанному. Пожалуйста. Раиса Михайловна, у вас есть вопрос? Я вижу у вас поднятую руку на мониторе. Раиса Михайловна, у вас есть вопрос, пожалуйста, конечно. Большое спасибо, очень интересное выступление, несколько, так сказать, отстоящее от предыдущей дискуссии, но тоже очень важное. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, возможно ли индивидуальное сознание в современном сетевом, коммуникативном, таком потоковом мышлении? Или это тоже метафора? Спасибо. Ну, очевидно, было бы странно отрицать индивидуальное сознание, поскольку мы здесь все, каждый из нас находимся, как раз являемся представителями такой вот индивидуализированного сознания, безусловно. Но то, что основные понятия, которыми мы пользуемся, это понятия общественные, мы не придумали язык, которым мы пользуемся, мы даже когда не соглашаемся, допустим, как сегодня в дискуссии по поводу каких-то понятий, мы понимаем, о чем идет речь. И вот это как раз явная демонстрация того, что сознание является таким сетевым, скорее, процессом, чем результатом какой-то индивидуации и исключительно личного опыта, как это считалось, в классических теориях сознания. Спасибо. Ну, то есть, знание – это коллективное, приобретенное, научная парадигма также. А что является вот тогда этой субстанциональностью и индивидуальностью, по вашему мнению? Система ценностей или что? Знание, знание тут, когда вы говорите коллективное, опять-таки вопрос, что означает коллектив и каким образом работают эти коллективные механизмы. Это вопрос, на который я бы сейчас не рискнула ответить. А, простите, вот если можно еще раз сформулировать вопрос по поводу ценностей. То есть, что является основой этой индивидуальности? Система ценностей или все-таки когнитивные способности? Нет, не то и не другое. Только коммуникативное взаимодействие. Только коммуникативное взаимодействие, да. Спасибо. Ну и просто небольшая ремарка, поскольку такая дискуссия была, я в ней не участвовала по поводу толерантности, отношения к гендерным вопросам. Сейчас прозвучал тоже такой аргумент по поводу традиционных ценностей, я не смогла удержаться. Все-таки женщины – это неизмененная природа от мужчины, да, это нечто тоже вторая часть. Поэтому это трудно, мне кажется, сейчас сравнить с тем, что является какой-то новой телесностью, о которой выше говорила Марина Александровна. Поэтому призыв здесь, допустим, не признавать современные какие-то либеральные модели в отношении трансгендера – это не то же самое, что вернуться к традиционному пониманию женщины. Мущество и женское было изначально, это не отклонение, женщина – это не отклонение от мужчины, которое бы хоть как-то ограничивало его возможности. Речь скорее идёт о том, что, ну, выше шла о том, что хоть как-то может подавлять какие-то свободы человека, свободы его выбора и так далее. Наверное, я думаю, выше шла речь об этом в дискуссии. Но это просто мое мнение, комментарий, можно на это не отвечать. Если позвольте, я всё-таки тоже отзовусь, потому что то, что женщина – это отклонение от нормы и отклонение от мужчины, это было общей парадигмой психологии конца 19 века. И заслуга Фрейда, в частности, заключается в том, что ситуация поменялась. Позволю себе напомнить, что в Великобритании на законодательном уровне считалось, что если женщина, например, оказывается, рождает ребёнка вне брака, то такую женщину отправляли в сумасшедший дом. Потому что считалось, что женщина в здравом уме сама по себе не может иметь желание вступать в половые контакты. И если она это делает, то она, значит, сумасшедшая. В результате её отправляли в сумасшедший дом, а ребёнка отправляли в работный дом. И теперь мы понимаем благодаря этому лучше, откуда берутся все эти бесконечные Диккенсовские и Остиновские сюжеты. Потому что это была реальность, в которой жило большинство женщин до того момента, когда появляется движение борьбы за права женщин, которые нас сегодня так любят критиковать. Ну, совершенно верно. Это ещё раз подтверждает то, что дискурс является более значимым, чем фактичность. В том, что мы находимся как раз в негативном стиле и полностью поглощенной им. Спасибо. Коллеги, я вижу ещё одну поднятую руку у Артура Ф. Артур Сергеевич, вы Лето? Да, совершенно верно. Да, пожалуйста. Коллеги, Артур Сергеевич Костомаров, я представляю Национальный статистический университет имени Королёва, город Самара. Извините, ещё до конца не авторизировался в этой системе. У меня вот какой вопрос. Ну, во-первых, Евгений Георгиевич, я хочу поблагодарить вас за очень грамотный такой и фундированный философский доклад. У меня вот такой вопрос. Вот если вы говорите о том, что личность, индивидуальность, вне различия этих понятий определяется коммуникативным опытом по преимуществу, то вот в духе Хабермаса у меня такой вопрос. Как формируется общее, как формируется интерсубъективное пространство? Вынужден тогда задать уточняющий, что именно называется интерсубъективным пространством? Пространство знания или пространство практик? Пространство практик, наверное, по преимуществу, да, потому что если мы говорим о том, что личность, индивидуальность формируются за счёт коммуникативного опыта, то тогда не можем ли мы в этом отношении вернуться к какому-то социальному атомизму, когда вот все эти индивидуальности будут бывать в таком атомарном виде, как ливенцевские монады. В вашей картине, в которой вы представляете, вот эти индивидуальности, они существуют по типу ливенцевских монад, не имеют окон во внешних мерах, или всё-таки есть какое-то общее поле, общее пространство, и вот когда я проговаривал этот вопрос, я понял, что для меня не так важно. Общее пространство знаний или общее пространство практик? То есть вот это общее, вообще какая-либо интерсубъективность в её эпистемологическом или социальном ключе, как она образуется? Знаете, это совершенно потрясающий вопрос. Я думаю, что здесь можно было бы написать несколько томов. Я думаю, я скорее склонен, как пессимист, относиться к этому как к общему функциональному пространству. Мне, конечно, очень не хочется видеть в человеке, не хочется считать себя функцией социальных отношений, хотя, кстати говоря, эта идея у нас активно пропагандируется в наших учебниках по обществознанию, когда говорят о том, что человек это психосоциальное существо. Но, если угодно, да, ещё более метафорично, хотя я очень не люблю метафоры, да, матрица. Да, почему нет? И только вот какие-то збои в этой матрице приводят к тому, что у нас проявляется, собственно говоря, индивидуальное сознание. Возникает то, что мы называем рефлексией. Собственно говоря, люди, которые занимаются философией, представляют собой не что иное, как сбой такой матрицы. Потому что у большинства людей вопросов не возникает тех, которые возникают у философов. Оно всегда связано с какими-то пограничными состояниями. Пограничные состояния связаны с переходом из одного общества в другое, с миграцией внутренней, внешней, неважно, горизонтальной, вертикальной, перемещением из одного строя в другой и прочим-прочим. Однако, думаю, что да, именно такие пограничные или полицентричные, как у нас называется наш конгресс, да, экспириенсы, вот они как раз должны вроде как бы и служить основой таких вещей. Благодарю вас, спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. И у Андрея Вангельского цены есть вопрос, верно? Совершенно верно. Евгений Евгеньевич, спасибо за интересное выступление. У меня тут есть чуть-чуть, это скорее уточнение. Вот в этой представленной вам разметке человек превращается в процесс и личность. Тоже я ожидал, что вы вспомните и вы вспомнили о точке сборки. Вот в этом случае все-таки, получается, мы будем смотреть на человека как на бесконечный процесс, который существует в постоянной динамике. Или все-таки мы определяем личность, исходя из, переходя на терминологию Кастенеды, с точки сборки, из этой статичной ситуации, самоопределение идентичности человека в данный момент. Спасибо большое. Думаю, что это тоже, в общем-то, вопрос, который может... То есть, ответ на него должен выглядеть как книга, наверное. Мне кажется, с моей точки зрения, конечно же, но я понимаю, что точно так же обоснованным будет и другой вариант. Что такая точка сборки, да, она производится благодаря каким-то, каким именно свойствам вот этого конкретного индивида, поскольку отрицать мы эти свойства не можем. То есть, у нас получается такая странная, запутанная ситуация. С одной стороны, мы все равно привязаны к нейробиологическому носителю, мы понимаем, к нашему мозгу. С другой стороны, есть у мозга способность порождать сознание. Что такое сознание, мы не очень хорошо понимаем до сих пор. Возможно, это как раз то, что классические философы называли вот этим трансцендентальным фактором. Поэтому, думаю, что вопрос об идентичности связан как раз с тем, что общество, современное нам общество, в котором мы живем, построено по принципу политики идентичности. От нас все время требуют, чтобы мы как-то себя конкретно определяли. Хотя, кстати, если спросить человека, грубо говоря, на улице, да, кто ты? То вот на этот вопрос я иногда пытался на одном замечательном курсе, который читается у нас в университете, спрашивать, задавать этот вопрос в лоб. Человек становился, естественно, в тупик. Спросить, кто ты? Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, в каком контексте вы спрашиваете, что вы имеете в виду. И вот эта контекстуализация наших идентичностей, это практика нашей общественной жизни. Если бы это общество так постоянно не требовало этого делать, то, возможно, бы значительная часть проблем бы снималась. Но как только мы заполняем, допустим, даже анкету на российский философский конгресс, например, у нас просят сразу же ответить на вопрос, вы мужчина или женщина? Какая тебе, грубо говоря, разница? И вот поэтому привычка считать, что человек это нечто такое вот четко определенное, что можно как-то подписать и положить какой-то ящик, она себя не оправдывает, потому что современное общество состоит из множества идентичностей. У каждого человека очень много идентичностей. И проблема возникает в том, когда они начинают как-то там нестыковываться между собой, когда они накладываются друг на друга. Решая этот вопрос, я как раз и пришел к выводу о том, что может быть проблема связана с тем, что мы почему-то решили, что должно быть нечто под названием идентичность, четко определенное. И вот поэтому идея такого сетевого процесса, который является процессом общественным, который является процессом нашим сознательным процессом, может быть здесь и дает ответ на этот вопрос. И в частности, по поводу депатологизации тех или иных психических состояний. Сегодня об этом никто не говорил, но допустим, международная классификация болезней в ее редакции от января этого года, она депатологизирует очень многие болезни, которые раньше, собственно говоря, считались болезнями. Сейчас они считаются состоянием. Принципиальная разница между состоянием и болезнью, то, что болезнь лечится, а состояния нет. То есть не потому, что это неизлечимо, а потому, что это один из способов просто существования, один из способов функционирования. Вот поэтому идея, которую я пытаюсь найти методологическое основание, обращаясь к разным источникам и разным сферам, это как раз идея постидентичности. Продолжение следует...